В моменте, в моменте Получается, что у вашего проекта, у вашей прожарки, большие планы? То есть, понимаете, нельзя жить деньгами только? Обязательно ли предприниматель, который себя всячески продвигает, равно успех и богатство? Откуда они берутся? Источник-то этот денег, что вы их напечатали, что ли? Насколько предприниматели честны с собой? Предприниматели считают прибыль по деньгам. У вас еще не было ни одной девушки? Я считаю, что это не женский бизнес. Это вы? Это настоящее вы? Я знаю себе цену, я знаю, что я могу предложить, я знаю, чем я могу быть полезна. Все. Добрый день, добрые люди. Сегодня в моменте Ольга Максимчук, эксперт в сфере финансов. Ольга Максимчук, директор компании «Финдир», эксперт в сфере финансов с более чем 30-летним стажем работы. Знает, как вывести компанию на прибыль. Клиенты Ольги – это собственники малого и среднего бизнеса, из разных отраслей и известные на всю Россию. По поводу прожарки. Всем привет! Это прожарка «Финдира». Я Ольга Максимчук. Это первое шоу, где мы открыто разбираем финансы по косточкам. Как пришла в голову такая идея? Это ваша идея? Нет, идея не моя. А чья? Идея была не моя, это была Анина Вакшонова идея. Она смотрела на ютубе такой формат, который есть в Москве. И в этом формате она увидела меня. Что я такое могу сделать, что это у меня такое возможно. И что в Кирове было бы интересно, именно в Кирове, открыть такой формат. И мы вот на это… Я на это подписалась. У вас было два выпуска, я посмотрела. И это вы? Это настоящее вы? Такая напористая, такая местами жесткая. Это так или это все-таки какой-то образ? Нет, это так. То есть это был формат, можно сказать, только сценарий на начало. Остальной сценария не было. Были участники, которые там частично мы один раз пообщались там по 20 минут и все. То есть мы не знали вообще, ни они, ни я, и мы не знали вообще, как будет само действие на сцене проходить. И, наверное, это даже завлекало, мне кажется, с одной стороны и меня, и их, потому что им нужно было быстро что-то ответить. Быстро, прям, я же требовала ответа, и нам было это быстро ответить, и было очень интересно. Копим жирок? Ну, есть накопление. Есть. Ну, а вот. А говорили честно, будете говорить цифры? Говорим честно. Сколько фондов? Сколько денег накоплено? Миллион. Просто лежит? Да. Дома? Под матрасом? На счете 7%. На счете 7%? Ага. Ну, ладно, хоть так. Притом мне нужно было иногда им ответить, при этом тоже быстро найти ответ. И публика же была. Нужно же, чтобы было и публике интересное, которое в зале находится, чтобы всем было интересно, и чтобы каждый взял что-то для себя. Еще и с юмором должно быть это как-то. И у вас получилось? Там люди и хихикали, и аплодировали, и как-то так реагировали на это. Ну, там еще, конечно, вырезали интересные моменты, которые вообще были с юмором. Вы ночью, наверное, это делаете? Да, конечно. Да. А как же жена? Привет. Ну-ка, это и при... Вот как вы, скажите, я жила... Нормально вы? Ну, если вам нравится жить постоянно в бизнесе... Не нравится, да? Ага. А я думала, вам это в кайф? Ночами таблицы писать по 4 часа. Понятно, формат прожарки. Вас снимают камеры, на вас смотрят зрители. Вам нужно быть острым на словцо, да, скажем так. Проявлять там и чувство юмора, и где-то что-то, и кому-то сказать «не верю», да, и так далее. А в частных консультациях, когда вы один на один с клиентом, вы такая же? Такая же. Да, и так прямо можете и жестко... Да, то есть я всех предупреждаю, потому что, чтобы человек открылся и действительно сказал то, что у него есть, его нужно вывести из зоны комфорта. Он тогда, знаете, начинает вот... ну, говорит, что у него на душе. То есть, знаете, вот если плохо, там, вот начинаешь именно его с каким-то таким юмором, с каким-то вот где-то пословицу какую-нибудь ставить, где-нибудь, что-нибудь, тогда человек просто начинает по-другому думать. А где-то же, ну, люди же все разные, да, получается, что кому-то подходит метод кнута, а кому-то нужен метод пряника. Бывают у вас такие предприниматели? Или это вообще не про предпринимателя? Какой ты предприниматель, да, если тебе нужно по шерстке гладить? Предприниматель всегда находится в зоне риска, и мне кажется, они уже все привыкли находиться в таком состоянии, что не обязательно вот где финансы разбирать, у них такое бывает, у них же бывает и в производственных каких-то задачах такая же ситуация. То есть, они всегда такие. При прожарке мы, во-первых, всех предупреждали, что возможно такое, то есть, мы разговаривали, и это была договоренность. Они знали, что там могут быть и такие нюансы, которые, колки, которые могут что-то задеть. Вот вы, когда копили ваш фонд, мы будем экономически говорить, да, вот вы накопили, какая цель была? Ну, я так или иначе всегда думал про то, что мы сейчас обсуждаем, и вот эту подушку, которая позволит избежать вот этот разрыв кассовый, я ее где-то подсознательно копил, откладывал, но сейчас я стою на пороге того, что, ну, жалко же, накопленные лежат. А если бы еще два накопили, так вообще бы сказали, да ну, нафиг четверых брать, я два куда-нибудь истрачу, на боли съезжу, да прогуляю. Вот, кстати, подмывают прям. Я бы сказала, да. Наверное, не только вас бы подмывало это. Вот скажите, я смотрела вашу прожарку, и там такие очевидные ошибки, да, казалось бы, очевидные ошибки, а есть что-то, какие-то ошибки, список ошибок, на которые у вас закатываются глаза. Ну, что, о, снова, да, какие-то такие набившие оскомину ошибки предпринимателей. Ну, есть они, они у меня и в постах, и везде. Я уже, наверное, закажу какой-нибудь СОС такой словами, крупную буду выставлять в соцсети. Это деньги и прибыль. То есть это одинаково, и предприниматели считают прибыль по деньгам. И это моя боль, с которой как раз вот мы на прожарке это выступали, когда я делила таблицу на два и говорила, вот тут деньги, а вот тут прибыль. Чем они отличают? Они не понимают, чем это отличается. Вообще не понимают. То есть для них деньги – это деньги. Откуда они берутся? Источник-то это денег. Что, вы их напечатали, что ли? Понимаете, они не понимают. То есть это очень сложно. Это как раз этот момент мы и разбирали. Когда я слово «прибыль» или «бухгалтерский учет» говорила, ну, это все, когда я сказала, ну, все, похороним бизнес, похороним бухгалтерский учет сейчас здесь. Ну, не нужен он им. Они не понимают, для чего это. А на самом деле ведь очень нужен. А на самом деле, я всегда такая, знаете, есть пословица, вы возьмите один раз, заплатите бухгалтера, а не туда. Сразу поймете, зачем бухгалтерия нужна. Да, есть ошибки, которые, вот, казалось бы, к 2023 году, ну, действительно, уже должны кануть в лето, уйти в прошлое. Автоматизация. Я всегда говорю, вы знаете, я даже там говорила, ну, ладно мне столько лет, для меня автоматизация – это, знаете, изучение нового. Ну, вы-то молодые, как вы живете без автоматизации? То есть сейчас миллион программ. Сейчас 1С даже, бухгалтерия, которую не любят они, она вся заточена даже на управленческий учет, понимаете? Если вы будете там вести, у вас будут все данные. Ну, автоматизируйте вы это. Нет, мы лучше будем сидеть и в Excel делать таблицы, притом они нечитаемые, они громадные, они не информативные от слова совсем. Потому что, насколько я вот уже встречаю свои практики с таблицей, я открываю и закрываю, чтобы, ну, что-то грубое не сказать. Потому что это невозможно их смотреть, они вообще нечитаемые. Насколько предприниматели честны с собой? С вами понятно, да, они где-то какие-то цифры подготовили, да, насколько они честны с собой, когда они готовят какие-то цифры? Вот он говорит, у него 100 тысяч, например, затратка. Вы говорите, не верю. Это вы не верите? Или это он, может быть, действительно где-то округлил в ту или иную сторону? Ну, во-первых, я все-таки понимаю соотношение затрат, и при таких расходах, то есть, и при таких доходах я не верю, что такая сумма затрат. То есть, есть понимание, что статьи затрат, что у вас туда входит, какие затраты вы должны понимать. И притом не в суммовом выражении, а в процентном. Сумма эта, она ни о чем не говорит, вообще ни о чем. Это сумма, которая расплывается. Когда ты цифры свои перекладываешь на процентное отношение, ты тогда, может быть, и поймешь, что у тебя, где затраты, в каком месте-то у тебя, что идет не так. То есть, и это вот сложно, и для них сложно это. Они же не понимают отношения, а у меня статистика уже есть. В любом случае, я уже понимаю, в какой сфере, сколько идет расходов, сколько идет там, это-то какая рентабельность. Но если по деньгам считать, это совсем не то. То есть, тоже все глубже, да, чем просто деньги. Деньги – это деньги. Я взяла кредит, это тоже деньги. Но они не мои, мне же их отдавать нужно. Но я их уже получила на расчет, на счет, они ко мне зашли. Но они же не мои. И жгут карман. И жгут, куда бы их потратить. А ведь потом-то их отдавать нужно. А ты из чего отдавать-то их будешь? Это тоже деньги. Или инвесторы? Инвесторы тебе денег загнали, это тоже деньги. А ты их не туда потратил. То есть, понимаете, нельзя жить деньгами только. У вас было вообще такое в вашей практике, чтобы к вам пришел человек, а вы, разобрав его, прожарив его, да, неважно, там, для проекта или нет, для проекта, сказали, дружок, тебе не надо бизнесом заниматься. Нет. Я такие заключения не делаю. Я могу в человеке увидеть, что он не предприниматель. Я могу это увидеть. Но это выбор его. И делать оценку ему это не в моем. Но если он поймет потом, после этого, что это не его и уйдет, значит, все-таки я что-то сделала, какой-то результат есть. Потому что ты когда задаешь вопросы, и предприниматели, которые прям предприниматели, они ведь, смотрите, они найдут, что ответить, даже выдумать в конце концов и придумать что-то. Они не могут не смолчать, это их не эго, им надо сказать, им надо показать. И это и есть предпринимательская жилка. А вот эти вот ребята, которые у вас уже были в прожарке, плюс те огромное количество людей, которые были в вашей частной практике, они чаще всего через какое время показывают результат? Вот у вас в прожарке, например, мы с тобой встретимся через месяц, и ты расскажешь мне, что изменилось. 1 июля мы с вами встречаемся, разберем все. При этом мы с вами можем разбирать еще расходы статьи и посмотреть, в каких статьях у вас, возможно, где-то есть превышение. Это очень важно, потому что вы так сказали, 100, да? А может быть, там можно 80 сделать? Вперед, встретились ли через месяц? Да, с Андреем мы встретились, и сейчас вот он уже ищет, у него была цель искать, и он два месяца поработал, мы с ним переписывались, были на связи. И он уже сейчас начинает, с той целью, с которой пришел, он ее запускает. И также от него была очень развернутая обратная связь по поводу прожарки, что она ему дала, и что ему не хватило. Это тоже важно, потому что это был проект, это был первый раз, и мне очень важна обратная связь. Вот у вас в постоянных расходах что лежит? Такое, что сильно гнетет и вам вот, ну не нравится мне это? Продавец. Ну, который не продает. А зачем вы его держите? Ну, офис будет пустовать. А, он украшает офис, наверное, красивая девушка? Девушка, да. И, наверное, цветок рядом какой-нибудь красивый. Цветка пока нет. Нету, да? Ну поставьте, чтобы еще красивее офис был. Это не то. Не то пальто. Если она вам не нужна, уберите, возьмите лучше себе того, кто вам будет помогать и увеличивать заявки, и делать монтажи. По вашему мнению, три самых высокооплачиваемых профессии? Футболистом. Так. Банкиром. Футболисты, банкиры и? Ну и главы корпораций больших, крупных. Айтишникам? Только айтишники? Наверное. Ну, я думаю, сварщик. Так. Также отрасль РЖД. Ага. И, ну, врачи, наверное. Айтишники, наверное. Так. Веб-дизайнеры и программисты, скорее всего. Ну, что-то и с политикой связано по-любому. Ну, программисты сейчас говорят. Ну, и у кого-нибудь тяжелая работа, наверное. На железной дороге хорошо зарабатывают. Ну, директора, наверное, заводов. Директора менеджеров, которые работают. Главный менеджер. Главный, да, менеджер. Артисты. О! На концерт пойдешь. Три тысячи. Получают миллионами. Угу. Иначе дешевле в Киров не поедут. Футболисты. Хоккеисты. Высшая лига. Мельче всех получают это в футболе. Кировская Динамо. Я ярый болельщик Кировской Динамо. Получается, что у вашего проекта, у вашей прожарки большие планы. Да. Какие? Что? Олимпийские? Я не знаю. Что за планы? Второй сезон, 19 сентября. Ага. Второй сезон. А, это был первый сезон. Это первый сезон, да. Сейчас также будет две программы. Это будет уже второй сезон. Естественно, он будет уже маленько изменен. Потому что я сделала выводы, мы поработали над ошибками. Мы посмотрели, разобрали. Формат этот же будет. Но буду больше выводить их из зоны комфорта еще. А, то есть еще жестче будет. Да, еще по-другому, чтобы они уже понимали и уходили с каким-то результатом, с какой-то картинкой у себя. Ну, тут, наверное, больше даже интересна именно обратная связь после. Конечно. Через месяц, два. А сколько вообще должно пройти, чтобы действительно был какой-то результат? Месяца три-четыре. По идее, вот эта прожарка, это что? Это вот просто такой формат, публичный формат бизнес-коучинга, да? Да. Получается, что человек принимает в нем участие. И это такая хорошая встряска, выход из зоны комфорта. А люди, которые смотрят, зрители, они же тоже примеряют на себя какие-то. А я вот, например, тоже это не делаю. Или это тоже делаю недостаточно. Среди зрителей, в основном, ведь наверняка тоже предприниматели. Да, были предприниматели. И потом, когда посмотрела много еще и знакомых, и не только предприниматели смотрели, все мои знакомые посмотрели. И я когда у них тоже спрашивала, при этом они не предприниматели, я говорила, как нам такой формат продолжать. Не все однозначно говорили продолжать. У вас еще не было ни одной девушки. А вы знаете, они не идут. Не идут? У меня опять сейчас записалось два участника мужчины. Почему так? Трусишки? Ну, знаете-ка, женщина-женщина, это, наверное, посложнее. Почему? Ну, принципы другие у женщин. Ну, давай, мне интересно. Женщины-предприниматели отличаются от мужчины-предпринимателей? Отличаются. Чем? Ну, основные. Больше принципов, больше обиды, больше на себя принимают. И это какой-то, знаете, всегда женщина считает, что предприниматель, что я там без всяких вообще там, я все знаю, я все понимаю. И это вот женские... Это в 100% случаев? Ну, 80% точно. Да вы что? Мужчины, они маленько всегда сомневаются. Они не всегда... Они готовы слышать и слушать мужчины. Наверное, это уже так в мужских вот заложено, у них так, то есть. А женщина всегда думает, что она правильно решение принимает. Даже я по себе это знаю, да? Если я сказала, значит, так и надо. Если я дома сказала, что так, значит, так. И как тогда получается, что предпринимателю, женщине вообще тяжелее строить свой бизнес? Тяжелее. Вообще предпринимательство – это мужской бизнес. Я считаю, что это не женский бизнес. Очень сложно совмещать семью и предпринимательство. Это очень сложно. Если вдвоем, ну, это можно с ума сойти. Если муж и жена, и оба предпринимателя еще в одной сфере, ну, это, знаете, это жить на работе. То есть ты в семье о работе, дома о работе, везде о работе, и в отдых поехал, опять о работе возвращаешься. Но это не жизнь. Это не семейная жизнь, а это что-то другое. Но вы же предприниматель. Ну, у меня муж не предприниматель. Но, тем не менее, у вас же есть какие-то, видимо, качества, да, какие-то, которые вас привели к успеху, правильно? Это какие? Которых нет у других женщин? Я не боюсь ничего. Я не боюсь брать ответственности. Я не боюсь начинать. Я не боюсь брать проекты, которые, ну, которые я вижу, ну, сложные проекты, которые, можно сказать, даже, может быть, обречены на права. Но я все равно берусь и их делаю. То есть, и очень важно, знаете, коммуникации. То есть, очень сложно разговаривать. Когда ты приходишь к собственнику, не все выдерживают. То есть, есть вот кто предприниматели, но они как-то в душе остаются еще наемные сотрудники. И когда они приходят заключать договора, они, знаете, разговаривают, вот, ну, давайте, вот, там, заключим. Вот, а есть, которые, как партнеры, приходят, и мы друг другу предлагаем. Вот, я не боюсь вообще ни с кем разговаривать. То есть, передо мной хоть Путин будет, я буду разговаривать с ним так же, как с любым другим человеком. Это важное качество, которое, ну, оно есть, я знаю себе цену, я знаю, что я могу предложить, я знаю, чем я могу быть полезна. Все. Есть мнение, да, что, ну, не мнение, это точно так. Предприниматели действительно разные люди. В бизнес все идут по разным причинам. Кто-то хочет быть известным, появляться на обложках бизнес-изданий, быть лицом своего бизнеса, да. А кто-то хочет зарабатывать деньги, получать прибыль и находиться даже, возможно, где-то в тени, не отсвечивать, да. Вот есть мнение, что именно вторая категория действительно зарабатывает деньги, да. Первое – это всегда больше картинка, больше пыль в глаза. Есть какая-то действительно прослеживающаяся тенденция, какое-то соотношение? Обязательно ли предприниматель, который себя всячески продвигает, равно успех и богатство? Или вас как коуча, как тренера, как бизнес-консультанта напрягает излишняя характеристика? В моем понимании, что когда ты на стадии роста, ты должен быть узнаваемый, ты должен быть как раз в бизнес-изданиях, ты должен быть на предпринимательских сообществах. Ты должен, тебя должны узнать, увидеть, ты должен печататься. Когда ты выходишь на какой-то уровень, да, вот здесь я согласна 100%, но тебя не видели, ты хорошо, но тебя же должны узнать, тебе должны люди подтянуться, тебе должны тебя увидеть. На этой стадии это нормально, ты должен. Но когда уже у тебя бизнесу 10-15-20 лет, и ты все эти 10-15 лет только и делаешь, печатаешься в изданиях, где-то ходишь, где-то там участвуешь, где-то там на всех уже вечеринках всем уже глаза промазолил. Но это уже начинается, я не знаю какое, но мы знаем, что вы молодец, но вы знаете, понимаете, это уже хочется новые лица, хочется в предпринимательстве новых лиц. Я всегда, когда хожу, вот человек годы или какие-то, мне очень интересно узнать, кто у нас новый появился предприниматель. Там молодой, с какой-то может быть интересной идеей, может что-то новое, это же здорово, когда идем вперед, чтобы вот именно новых увидеть людей. Ну не может бизнес стоять на месте, не может. Мы под экономику все разные, мы все растем, экономика разная, она меняется. Кто-то уже там вот, ну сеть магазинов, мы уже знаем эту сеть магазинов, понимаете. Мы ее уже не знаем, там можно, но иногда можно заявиться, сказать, что мы живы. Да, мы живы, мы работаем. Окей, мы здесь. Мы здесь, мы здесь напечатались там, мы это все сделали, везде поучаствовали в какой-то там, зашли в номинацию в какую-то через лет пять, появились, все хорошо, понимаете. То есть мы живы, мы работаем иногда, бывает какая ситуация, ты долго не печатаешься, не печатаешься там где-то, тебя нету, не видно, то он говорит, наверное, у нас же, значит у нас же все думают сразу плохо. Наверное, закрылись. Наверное, все плохо. То есть пиар, самый пиар это хорошо на стадии развития и как инструмент поддерживать. Конечно, конечно. Давайте заглянем в будущее. Какие, вы видите, проект «Прожарка» через пару лет, например, что там будет, каким он будет, на какой площадке, с какими людьми, какой будете вы? Площадку, я думаю, надо выбирать, это залы, большие залы, которые прямо на человек там 200-300, это через год, через два. Это просто вот у меня цель такая. Чем больше людей вот это вот все будет узнавать, это лучше. И тут уже у меня нету цели такой, чтобы там клиентов себе набрать. У меня есть достаточно клиентов, мне их хватает. А какая цель у этого проекта? Наверное, больше, чтобы предприниматели задумались и к чему-то двигались другому или что-то какие-то предпринимали, делали действия. То есть, сидишь в зале и, может быть, вот, знаете, этот вопрос вот у вас вот сидит где-то, и вы его никак не могли решить. И тут раз вот, знаете, пришло такое решение, так что я ведь правильно думаю. Ну, или я смотрю это где-то на площадке и, конечно, ассоциирую себя в том числе. Могу какие-то выводы сделать, инсайты словить, как это сейчас. Да, как это вот. То есть, и ведь я, смотрите, когда финансы рассматриваю, я развиваю все сферы бизнеса, все участки бизнес-процессов. Я же не могу рассмотреть только финансы, не задеть кадры. Ну, кто у вас это делает, да? Я же не могу смотреть финансы, не задеть бухгалтерский учет. Ну, то есть, вы так прям передаете. Или продаете. Или продаете эту наволочку и передаете ее целиком. А если бы кто-то делал когда-то прожарку вашему бизнесу, то кто бы это был? Моему? Да. Не знаю. Вообще, мне самой бы интересно пройти эту прожарку. Ну, вот по идее-то. Потому что я ведь тоже могу в суете что-то пропустить для себя важное. Если бы кто-то меня прожарил, то, естественно, я бы тоже, наверное, даже согласилась бы на это. Потому что, во-первых, было бы интересно и кому-то посмотреть, как меня прожаривают. Наверное, пришло бы, не знаю, сколько народу. Что вы получаете от этого? Я, наверное, получаю узнаваемость. Но мне важно, чтобы эта узнаваемость была, наверное, больше с профессиональной точки зрения. И приносила именно пользу. Чтобы не в магазине узнавали, да? Да. А чтобы она пользу давала. Чтобы вы посмотрели, сказали, вот я для себя вот это взял. Я желаю вам хорошего второго сезона. Блистайте. Блистайте дальше. Хорошее дело делаете. Спасибо большое, Ольга. Момент.